Эй, ребята, всем привет, с вами Джонни с канала Joywire. Очень рад вас видеть. Добро пожаловать в третью часть наших похождений в мире Dark Souls. И сегодняшняя наша цель... Это попробовать надрать задницу квилик. Ох, я плохое предчувствую по поводу этого. Тем не менее, мы попытаемся сделать всё, что в наших силах. Цель не такая уж заоблачная на самом деле. В принципе, реалистично, народ-то её убивал. Я её убивал в том числе с другими билдами, конечно, с силовыми, но стоит что-то менять. Иначе становится неинтересно жить, если делать одно и то же каждый раз. Попробуем... Попробуем по классике. Не будем связываться с большей частью противников, не будем резать тамограф, который вон с камнями достаточно злые, я их уже отсюда вижу. Просто рашим, пробегаем. Если мне не изменяет память, то... Звук был в тему. Звук был в тему. Здесь просто достаточно пробежать, зайти в пещеру, и всё, они на этом агр теряют. Мы немного подгораем от отравления, но это такая достаточно... Достаточно медленная горелка. Десять штук хилок. И фляги прокачаны. Ой, кстати, кого-то можно призвать даже сюда. А кто это? А, Милдред, который мы вырезали. Ну, давайте возьмём её с собой. Чё такого-то? Мне даже интересно, будет ли она хоть как-то полезна. Я знаю, что квилик блокировать не очень-то выходит, потому что у неё часть урона — это всё-таки огонь, а щитом я блокирую только физуху, значит, будем подгорать. Годдэн. Она всё так же горяча, как и... Ха, горяча, поняли, да? Да, потому что она атакует огненными атаками. Всё так же горяча. Чё, Милдред, ты будешь в лаве стоять или... Поможешь мне... Рубиться с подругой? Так, попробуем... Я не помню анимацию её атаки, когда она там безумно взрывается. Так, давай, ты не будешь на меня прыгать. Так, ладно, электрический урон... Не очень. Да вот и её урон болезненный. Болезненный, скажу честно. Благо, хилок ещё до хрена, а она практически погибла. И... Довольно. Милдред, большое спасибо. Большое спасибо, ты здесь была. Горела в лаве вместе со мной. Ты тоже горяча. Мешок на голове секси. 20 тысяч душ. Вот это я и хотел увидеть. А следующие боссы будут приносить ещё больше. Чё я вам могу сказать, ребята? Это бодрое начало. Это бодрое начало. И... Это второй колокол уже. Вот это на самом деле прям... Я не ожидал, что... Билд на ловкость будет таким эффективным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Она, по-моему, разговаривает, да, еще не любит? Не? Не хочешь со мной поговорить? Это сестра Квилик. Э? Она умеет усиливать фляги. Во, можно вступить в Ковенант. Да? Ну, не, спасибо. Не интересует. Мы не будем фармить ее репутацию. А, Слуги Хаоса называется. Ну, кстати, теперь можно даже удаленно вступать. Прикольно. Так, че, какой план действий далее? Можно вернуться в Файрлинг Шрайн. Я не готов пока идти в Вандерландо. Мне кажется, немного рановато все-таки. Здесь не потайная стена, нет? Нет. Вернуться в Файрлинг Шрайн. Оттуда подняться на лифте. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Прийти в Файрлинг Шрайн. Да, вернуться на лифте. Прийти к тому костру, сходить к Андре. Апнуть Катану, насколько это получится. Купить у него метку Арториуса. Вот этот медальон, как бы он там ни назывался. И пройтись по локации в лесу. А там и до песика недалеко. Мне кажется, это звучит как план. Вот только... Необходимо будет вернуться из Блайтауна наверх, да? Да? Телепортов-то не да. Да? Вау. Это звучит как приключение с половиной, на самом деле. Выбраться из Блайтауна наверх. Господи. Или можешь все-таки решиться и пойти в Ван Орландо, чтобы... Да не, я сомневаюсь, что местных ребят у меня там получится порезать сейчас очень легко. Там придется припотеть. Но победа в Ван Орландо дала бы телепорт. Это бы облегчило возвращение. А сейчас придется пидорить пешочком из Блайтауна. С Чумного Города. Обратно в Файрлинг Шрайн. Здесь, если мне не изменяет память... И говорю я это постоянно, потому что память не изменяет. Все-таки Шиза у деда уже давно. Здесь нет какого-то чудесного лифта и короткого пути. Тут действительно, если нет телепорта, пешком надо идти через всю локацию. Ну что ж. Да ладно, сейчас взять этот лифт. Ну, условный лифт. Ветряк. Подняться по ветряку. Оттуда по лесенкам наверх. Постараться не столкнуться с деревянными чувачками. И... И... Файрлинг Шрайн тут как тут. Храм Огня на месте. Так, теперь надо сесть как-нибудь все-таки... Воп. Радутим. И главное не пеждякнуться теперь отсюда. Это достаточно... Важно и весомо. Кто падает, тот плохо время проводит. И кто-то упал и провел время не очень хорошо. Аааа, надо было еще чуть-чуть подождать. Что поделать? Дарк Соулс не любит спешку. Еще нам 23 куска... Душ. Которые я хотел донести. А ладно, сейчас их попробуем достать. Черт. Если за эпизод не было смерти, то этот эпизод вообще не считается. Как будто... Как будто не в Дарк Соулс играл. Серьезно, не умереть в Дарк Соулс? И вы что, вообще в своем уме? Ну, это, конечно, для... Ааа, господи. Ладно, ладно. Здесь минимальная часть. Там трех... Трех этих червяков огненных вырезать надо. Пару комаров. Забрать души. Не умереть от яда. Не умереть от... Огров. Не умереть от... Деревянных чувачков. От вот этих яйцеглистов не умереть. Ааа... От чего бы еще не умереть? Я даже не знаю. Мне кажется, я перечислил все основные показатели смерти в этой игре. Ну, в этой локации, по крайней мере. Так, начнем с того, что резанем... Наверное, возьмем дальнюю сторону, потому что не хочу агритю... Агритюграф. Ха! Агритюграф не хочу. Вырежем этого глиста. Мне не дает покоя вот этот лут. Вот это... Вот это... Вот это вот не дает покоя. Большой осколок титанита. Это же то, что необходимо будет для прокачки катаны после пятого уровня до десятого. Ё-моё. Это что, я не зря, что ли, туда пошел? Так, куда я шмякнулся? Я ж куда... Ааа, души наверху. Ну, супер. Я думал, что надо в яму лезть. Можно было даже и не убивать этих ребят. Жили бы дальше в своем болоте. А чё, Питер не так уж плохо, чё вы говорите-то, Питер, помойка. Нормально? Так, где мой душ-то наверху? Так, вот они, родимые. Жадови. Я скучал. Я скучал по вашему количеству. Так, попытка номер два. Не пишешь диагноз обезы с горочки. Вап! Отлично. Так, теперь надо вспомнить просто, как подниматься. Попробуем подниматься так же, как и спускались. Похоже... Похоже на стратегию. Да, мне кажется, я спускался отсюда. Потом здесь у меня деревянный дурачок начал копьями кидаться. Да? Нет? Да, вот он начал в меня кидаться отсюда. Я не хотел бы подцепить его мега-яд. Потому что его яд сжигает. Просто, в прямом смысле. Ты просто вытекаешь. И я боюсь, что десяти хилок мне бы не хватило. Чтоб пережить его яд. Оп. Так. И теперь, по-моему, здесь. Не воспринимайте этот подъем, как какой-то гайд. Ё-моё, это что там за тентакли? Подожди, я сам не помню путь наверх. Просто пытаюсь подняться. Похоже, что мы выбрались. Да. Да. Я вспомнил этот сундук. Я с него лутал как раз в прошлой части. А значит, сейчас здесь будет пара о-огоров. До свидания. До свидания. Бэ-бэ. Спасибо за внимание. Отличная публика. И... Чёрт возьми. Блайтаун оказался не таким страшным. Сук. Как же я беждякнулся. Так. И сюды. Супер. Добро пожаловать обратно домой, чёрт возьми. Так. Руин Нового Ланда. Там пока не будем лазить тоже. Но... В перспективе придётся. В перспективе придётся. Ты шо, сука? Я же поднял лифт. Я лифт поднял. Я его сам поднял. И погиб. Бабытка номер три. Я ещё подумал. Я... Я об этом думал всю дорогу, когда поднимался по этой винтовой лестнице. Я думал... Чёрт возьми. А поднял ли я лифт? Сейчас бы не упасть в яму. И... Это игра, в которой нужно быть сконцентрированным всегда. Сейчас у меня воспламенится... А чела... Если я на подъёмнике на этой... На ветряке шмякнусь вниз. И просру все души. Вот тогда... А тогда я же... У меня, блядь, сгорит. Но пока нормально. Да ладно, не такая страшная локация. Просто можно заблудиться на лестницах. И... Ну, конечно, я не могу осуждать разрабов. Локация крутая. Очень мрачная. Болотистая. Стремная. Грязная. Такое, какое она подразумевалась. Мне единственное, что не нравится на подъёме... Вот этот деревянный чувачок, который может навесить... Космический вот этот свой яд. Какой-то... Ультра-спид. Наверное, так его стоит назвать. Который просто не вылечивается. Потому что... Ну, либо тебе надо заранее закупаться травами. От этого суперотравления. Либо нужно резать этих чувачков деревянных. Чтобы с них выпало. И как бы... Оно того вообще не стоит. Потому что... Я так сходу не могу вспомнить, чтобы какие-то ещё враги накладывали этот яд. В течение игры. Помимо этих ребят. То есть, как бы... Смысл закупаться. И... И он всего один там стоит. Его можно было отодвинуть на 5 метров вперёд. Чтобы он просто на лестнице не коцал тебя. И если ты поднимаешься наверх, он на тебя не агрится. Всё, вообще плевать. Отлично время проводишь. Если ты начинаешь идти в ту сторону, естественно, он агрится. Травит тебя ядом и прочее. Но... Ты уже сам в этом виноват. Потому что ты идёшь в другом направлении. И... Не знаю. Лутать дальше эту локацию. Не умереть. И умер. Ох, гэ. Ой, блядь. Куча душ в помойку. Обожаю этот спуск. Обожаю. Ну, подъём точнее. Спуск не такой страшный. Подъём стрёмный. Минус 20 кусков душ. Это... Это тяжело. А теперь есть ли смысл на самом деле... Ну, здесь всё равно... Здесь, по-моему, лава-то не спущенная. Да? Здесь же лава не спущенная. И в этой локации нихер делать. У меня как бы цель была... Эту кучу душ принести. Взять медальон. И продвинуться дальше там по локации через лес. Но... Как бы... Сейчас сюда заглянем. Подожди, где выход из этой хрени? Внизу же. Как я его там не увидел? Души нафармить всегда можно. Это плевать. Меня больше огорчает куча потраченного времени. На всякие вот эти смерти тупейшие. Блядь, умереть в лифте. Ты представляешь, как это убого? О, чёрт. Так, здесь, по-моему... По-моему, лава. Здесь же... Можно скипнуть, да. Всегда можно скипнуть. В Dark Souls вообще куча вариантов что-то скипнуть куда-то. Я боюсь, что с моей нынешней бронькой... И с достаточно слабым оружием я могу не вывести этого дядьку. Его там можно исчезить. Раньше, по крайней мере, можно было. Ты, типа... Убегаешь от него к краю, он идёт за тобой, и потом прыгает в яму и погибает. Но... Разве мы те, кто чизит? Мы обычные ребята, которые просто проходим... Ну, я имею в виду я и вы, ребята. Обычные чувачки, которые проходят Dark Souls. Эх, просранные души, очень жаль. Очень жаль, скажу честно. Лучше бы я не загадывал такой дальний путь. Сука, ну кто же знал, что я погибну в лифте, а потом, ну, просто залагаю в очередной раз на подъёме на этой штуке. Тут, как бы... Такое сложно предугадать. Единственное, что нам сейчас может помочь, там же у этого чувака валяется броня с высоким дефом от огня. Можно навешать его, сразу прям схватить, переодеться, на лету, так сказать, переобуться. И... Ну, и попробовать с ним биться напрямую, как бы... Чё? Там же, как эта огненная мантия, щит должен помочь. А вот огненные, огненные атаки всякие там, огненные пламени вот эти... Это мы сможем пережить. А щит физикал заблокирует. Выносливости маловато, скажи честно. Так, чё, надо сразу переодеться. Фух. Битва с этим дядькой такая. Ну, он такой, достаточно серьёзный товарищ. Вау. Ну, это будет долгая битва, скажи так. И это будет очень полезная битва. А, я не понимаю, почему не срабатывает щит. Как бы, всё равно должно-то блокироваться, хотя бы частично. Да, дамага, конечно, нереально мало против него. А, он меня ударяет не непосредственно своей культёй. А, это... А, атакует вибрации. Вот от этой атаки можно было постигнуться сразу. Попробуем убежать от дядьки, а там посмотрим, как пойдёт. Ох, отсутствие дэмэджа меня огорчает. Можно было бы влить 20 тысяч в ловкость. Ну, это бы... Сколько? Ну, три уровня, наверное. Разве это плохо? Три уровня. Это, по-моему, приятно. А, слушай, чё? Он прыгнул. Я не знал, что этот чиз работает. Честно? Честно не знал. Я думал, что его пофиксили. Слушай, ну это безумный прогресс. А душу-то дашь? Ты же... А, во, 20 тысяч. Дратуди. Дратуди. Теперь у меня ещё даже с настроением повеселее стало. Так, а... Не здесь ли подъёмник, верхний мир? Ну, то есть, непосредственно здесь. Там чуть дальше есть лифт, который, по-моему, поднимает в лес. В любом случае, здесь костёр, который нужно потрогать перед тем, как искать. Вот с этими ребятами тоже достаточно прикольная механика. Они могут тебя, типа, заразить яйцами. И с течением времени у тебя вместо головы появляется там огромное яйцо. И у тебя появляется новый мувсет, новые атаки. Интересная штука. Рекомендую тоже протестить, если ни разу не пробовали. Там просто надо рядом с ними постоять. Они сами, типа, агрятся и... Так сказать, в свою веру тебя... Окунают. Так, ну чё, спустимся вниз. Пройдём там до костра. В принципе... Не, я боюсь, что босса не потянем ещё. Того, который там тусит. Но можно добраться туда, до костра. Можно собрать лут внизу. Тоже офигенная штука. И после этого уже вернуться. Это вообще... Ну, такая себе идея. Я на самом деле не верил в битву с Квилик, поэтому взял костёр в Блайтауне. Обычно его просто не берут, скипают. Идут, убивают Квилик. И после этого... Косточку возвращения используют. Убивают её, возвращаются в Файлинг Шрайн. И продолжают своё путешествие оттуда. Кстати... Это, наверное, уже незачем. Нормально. Так хоть чуть-чуть физикл деф будет. Ещё душа. Блин, дамага реально мало. Вот единственное, что вывозят. Кровотечение. Я боюсь, что в этой локации как бы... Но фишка в том, что здесь незачем потеть. Здесь, если чуть-чуть похолдеть, ты просто приходишь и вырезаешь этих братков. Ну, просто как обычных врагов. Наносишь им до хера дамага. Фишка в том, что там их двое или трое ещё впереди по коридору. И это будет какое-то просто месиво кончено. Что ж, попытка номер 4. Возвращение из Блайтауна. Это всё-таки лейтовая локация. Ну, условно лейтовая. Для меня пока она ещё тяжеловата будет. Можно пройти туда. Мимо этих чувачков. Там взять уголь огненный. Огненный или адского пламени. Не буду утверждать. Один из двух, короче, там валяются. Который можно отдать кузнецу. После чего он сможет улучшать... Улучшать или усилить? Усиливать оружие. Определённой стихии. В данном случае огненной, естественно. Ну, опять же, это, наверное, не очень критично сейчас. Да и как прокачка в огонь. Ну, тоже хз. У нас есть возможность с помощью души Квилик получить достаточно крутой... Такой солидный меч Квилик. Который... Кстати, скелится по ловкости. А мувсет у него ещё с огненной атакой. Типа там поджигает перед собой... Немножко... Короче, достойный такой. Достойный. Так, чё? 20 тысяч. Донесём до Андреа, кузнеца. А, ну там лифт, который ведёт сюда. Точно. Точно, точно. Ох. У меня такое плохое предчувствие по поводу этого лифта опять. Ну, такой он корявый, блядь. Ну... Тут просто без мата невозможно. Он реально... Очень плохо у меня получается с него слазить. Понимаешь, там... Если бы ступенька, на которой ты стоишь... Вот эта доска вставала вровень, и тебе нужно было просто сойти вперёд. Вообще изи. Там пространство такое, что туда просто... Три таких персонажа, как мой, провалиться могут. Это, конечно, пасос. Но попытка того стоит. В любом случае, надо возвращаться в Файрлинг Шрайн и оттуда идти в Ван Орландо рано или поздно. Как бы тут даже второй мысли не может быть. Нам так или иначе придётся туда возвращаться. Рано или поздно. Лучше рано и с душами вернуться и сделать всё красиво, чем прийти туда поздно. А здесь больше нечего ловить. Честно. В Блайттауне, если я пойду дальше, я просто очень долго буду вырезать этих врагов. Потом буду пытаться пролезть вперёд. Мимо очередных таких врагов, которые раньше были боссами. Убью ещё одного... Я не знаю, как его стражником, наверное, зовут. Короче, усиленная версия первого босса из обучения. И... Колыбель Хаоса достаточно серьёзный босс, чтобы с таким количеством ХП туда идти. О, подожди, это чё? А, ну это 10 душ, которые я потерял, когда последний раз проходил. Хе, хе, понадеялся на то, что 20 к душ, которые я потерял до этого. Было бы фигерично, если бы они здесь лежали, к сожалению. Так, самое сложное. Одно из самых сложных препятствий преодолено. Теперь нужно не пиздякнуться в уехавший лифт. Будет просто замечательно. Обожаю Dark Souls. Обожаю и ненавижу, скажу честно. Это, знаете, это как отношение с человеком, который эмоционально тебя насилует постоянно. Вау! Он попал в меня дротиком. Хорошо, что на мне было немножко брони, и я не траванулся его ядом. Три хилки бы точно не хватило, я бы просто угорел по пути. Какие же, суки, деревянные. Ё-моё. Так, и, по-моему, сюда. Ага, всё верно. Теперь осталось всё-таки вызвать лифт, а потом заходить. Это как рекламка на ЖД вокзалах. Перед тем, как зайти в поезд, убедитесь в его наличии. Вот это для таких, как я, похоже, написано. Ну, не очень смышлёный, но... Мы же собрались здесь, чтобы играть с мейстера в шахматы смотреть или для того, чтобы поржать. Я думаю, второе. Я думаю, второе. Так. Теперь не упасть с этой крутой доски. И не истечь бы ядом, да? И вызвать лифт. Лифт. Джо. Джо, вызвать лифт. Перед тем, как зайти в поезд, убедиться в его наличии. Джо, слышь? Запомнил? Умоляю. Просто... Просто вызови лифт. Просто берёшь и вызываешь. Эх, вот бы сейчас просто на лифте 20 тысяч душ приехало. Которые я потерял. Прошу прощения. Так, лифт на месте? На месте. Фух. Так, ладно. Дальнейший путь. Нам подъём на лифте. Пробежаться по прямой. Подойти к контре. Взять ключ. Я... Я не буду ничего делать с этим лифтом. Скорее всего, придётся спускаться потом. Я могу упасть в... Опять же, не в поднятый лифт. Инвалид всё-таки. Так, ну привет, храм огня. Давно не виделись. Ровно 20 тысяч идёт. На катанку не хватит. О, а чё он скажет, интересно? Дальнейший путь. Дальнейший путь. И на этом его, вроде как, сюжетная линия с диалогами заканчивается, потому что он после этого спускается в руины Анроланда и становится полом, потому что вот этот дядька испортил ему всё настроение. Здравствуйте. Вашей маме зять не нужен? А, hello. Музыка. 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 Спасибо, Фрампт. Береги себя и своих близких. Отличный паренек. Очень приятный. Так. Ну шо, воспользуемся лифтом. Вернемся. Купим, улучшим и красиво будет. Прекрасный план действий. Сто процентов. Лучший. Так. Лифт на месте. А то я боюсь зайти в лифт, который отсутствует в очередной раз. Не, там, кстати, за этими тремя сундуками действительно надо было просто спрыгнуть вниз. Я что-то сейчас посмотрел. Там же как раз проход... Там же как раз проход в дополнительную локацию, к дополнительному боссу. Мы обязательно пойдем дополнительных боссов убивать. Это я вам точно говорю. Прямо стопудово. Мы их пойдем вырезать. Всех порежем. Если повезет, даже в DLC окунемся. Но там... Короче, это не скоро. Это не скоро. Для этого необходимо будет... Сделать некоторые вещи в этой игре. В любом случае посидим у этого костра, потому что... Ну это один из самых ближних для нас. Купим монетку. Используем души, найденные имя. Так, купить предмет. Символ Арториуса. То, что нужно. Я понял. Я понял тебя, Андре. Спасибо. Спасибо. Ты хороший друг. И товарищ. Так. Душу квилик оставим, потому что это все-таки ловкостное оружие, которое... Клевое. Так. И вот эти. По идее, этого должно хватить на катану. Так, что, мне нужно... Три осколка титанита. Ты столько продаешь? Есть. Усилить. Катана. Плюс пять. А все, это ее потолок? Изменить. А, ну особого угля у меня нет. И все, как бы. Катана плюс пять, это ее максималка? Е-мое. Ну ладно. В принципе, на ближайшую локацию должно хватить. Так. А что, она, кстати, начала с Келеса лучше? Ну-ка. С Келеса по Б. Ну... Ну... Ну, а что же по Б с Келеса? Ну, Катана хороша. Сто тридцать пять плюс шестьдесят один. Серьезный урон, на самом деле. Серьезный демедж. Я бы даже сказал. Наверное, пробежимся до следующего костра. Сейчас я предварительно хочу посмотреть. Три шестьсот. Че там у меня по этим душам? Одна. Можно одну использовать, должно хватить. Три шестьсот. Я понял. Я думал, что это та, которая косарь дает. Че, не хватает, да? Не хватает, да? Сто душ не хватает, да? Ну-ка. Сто душ не хватает. Туда, в это... В крепость Санса. Санс Фортрес пока нет. Нет. Сейчас есть цель убить еще одного товарища перед тем, как найти следующий костер. Это все достаточно серьезно. Сейчас вот этих ребят вырежу. Я думаю, с них-то должно выпасть. Эй. Что же он вырезает с одной левой атаки? Ну, как бы. С атакой левым бампером. Триггером. Я не знаю, как эти кнопки называются. Левый триггер. Да? Да. Этого достаточно, чтобы ловкость скачнуть еще на единичку. Я просто не хочу, чтобы оставалось, как бы, сверх душ. Скорее всего, мы их потеряем. Скорее всего, мы их потеряем. Так, че тупить-то, если можно их вложить сейчас в новый уровень? И поднять оружие, атаку в правой руке до 199. Вообще-то, это достойный дамаг. Так, и теперь у нас на повестке дня вот этот дядька со своими молниеносными атаками. Я даже не знаю, как его назвать-то. Кто это? Какой-то Титан? Ну, это явно какой-то демон. Ау. Дядь, давай мы поменяем стратегию. И ты будешь делать что-нибудь еще. Помимо того, чтобы зажимать меня в углу и бесить. Как тебе предложение? С оглы? Оп! Готов. С него, по-моему, большой осколок Титанита подойдем. А, демонический Титанит. Все-таки это демон. Нам пока демонический вроде никуда не нужен. А? Нет? Да? Нет? Отсюда пришли. Точно. Слышу, Андрей там фигачит. И пробежимся по лесу, добежим до костра и это будет хорошим прогрессом. двадцать тысяч душ на ливне потерял его. Давай еще плохо. Ау. Шу, стерва. У меня хлестать будешь? Во, кстати, вот с этих ребят можно там мох фиолетовый и зеленый мог добывать. Ну, типа, сперва нужно пройти эту локацию, убить их некоторое количество раз. Вот этих ребят. Вот этих. вот этих ребят убить некоторое количество раз. И потом уже самхом идти в Блайт Таун. Квилик убивать. Меня кто-то преследует? Мне же показалось больше... Я услышал больше шагов, чем пара моих. Так, ты шо, меня хлестать будешь? Это больно. вот, вот, теперь самхом туда идешь, просто этих деревянных чувачков режешь и хорошо время проводишь. Ну, условно 20 тысяч тебе не нужны, чтобы прийти и здесь фармить этих чуваков. 20 тысяч нужны, чтобы пройти дальше. Здесь, опять же, можно спуститься типа, вниз. Оп. ну, открывай. Вот, чтобы сюда пройти нужны 20 тысяч. Но здесь есть и другие пути из этой локации, куда еще можно прогуляться. Вот это тот костер, который я хотел использовать. Так, что еще можно сделать сегодня? Да я думаю и так достаточно длинный насыщенный эпизод вышел. Ребята, большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Это был Джо, специально для канала JoyWire. Все, кто здесь были в первый раз, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А для тех, кто здесь сторожил, обязательно ставьте лайк и пишите приятные комментарии под этим видео. Ребята, не представляете, насколько это сильно помогает и мотивирует в создании новых видео. С вами был и опять же Джонни. Всем хорошего настроения, любви, заботы и понимания. Я вас помню, ребят, пишите чаще и всем отвечаю, всех люблю, удачи, пока!